Привет, зритель! Хочу познакомить тебя с косметикой Вилиния, русская фирма. Почему вот так показываю? Потому что вот здесь мой адрес. И не только мой адрес. Сначала будет распаковка, а потом я ее потэщу и скажу тебе свое мнение. Я искала за себя какой-нибудь новый шампунчик, но еще кое-что. Сейчас узнаем, что тут. Ну, я-то знаю, но на всякий случай. Кто-то из зрителей как-то жалуется, что давно не было видео с косметикой. Не уход парфюма, а именно конкретно такие обзоры. Вот сейчас как раз и пойдут обзорчики. Посылка шла мне из Питера. Ссылку на интернет-магазин, ну и на все вещи оттуда я оставлю в инфобоксе. Я ее как-то так вскрываю, что у нее вроде адрес внизу, а открывается она вроде как сверху. Он, видимо, так и открывается. Смотри, как тут красиво упаковано. Прям удачно так сделали, что низ оказался верхом. Я тут немножко поменяла камеру, чтобы было видно внутренности. Открыточка. Красота в тебе, Велиния. Профессиональная косметика. С любовью ваше Велиния. Вот здесь же как раз и адрес. Я хотела попробовать крем для ножек, новенький какой-нибудь для себя. Потом сыворотку для лица, потому что что-то меня девочки задарили в свое время сыворотками. Мне так понравились они, что я решила, что надо что-то самой попробовать и найти. И шампунчик. Это у нас, кстати, как раз гель-сыворотка супер-увлажнение 50 мл. Интересный такой флакончик. О, тут даже оно как бы закрыто. Я сейчас просто растрясу, потом уже с другого ракурса покажу тебе. У них тут бумажная такая. Наполнитель бумажный. Я достаю. Оно, можно сказать, в пакетике. Запаковано так. Это у нас крем для ступней ног. Идеальный. 250 мл. Огромный такой вообще объем. Надолго хватит. У меня как раз сейчас крема тот для ступней нет. И 330 мл филиния шампунь с березовым дегтем и экстрактом коры ивы. С удовольствием буду пробовать использовать. Такой флакончик. 50 мл. Здесь такая вот, как бы язычок. Нанесите сыворотку на очищенную кожу круговыми движениями. Производитель Верина. Санкт-Петербург. Кстати, похоже на вот такие же флакончики, как от Мэри Кит и Бокс Драф. Тоже заполняется шприцом. Еще раз. Открыточка. И сзади адрес магазина сайт. Тут наполнитель. Ну и в пленке пищевой. Хорошо так упаковано. Это у нас крем для ступней идеальный. Легкий и нежный крем для ежедневной гигиены кожи ног с растительным комплексом. Нормализует под отделением, смягчает, увлажняет, освежает кожу ног. Я вот как раз тут хотел подобное. Нанести на очищенную кожу ступни и распределить круговыми движениями. Делать легких массаж. 250 мл. Удобный дозатор. О, выдавилась. Правда, куда я сейчас девать буду? У меня ноги-то не из-под душа. Я весь день сегодня ходила. На руку. Сначала в сад. Потом велик достать, который вообще не в кадре. Он хоть и в комнате, но не в кадре. Потом на почту. А почта же у нас сейчас через три района. В солнечном. Обалденно пахнет вообще. Чем-то таким знакомым, травяным. Обалденно приятным. Я думаю, мои ноги будут кайфовать. Потом пешком от солнечного до соснового за молоком. И потом уже... Ну, частично пешком. Побольше через семя автограмм. Он там так блестит. Это наш шампунь. Шампунь не содержит сульфатов. Мягко очищает волосы и кожу головы. Предупреждает образование перхоти. Успоказывает воспаление и зуд ускоряет рост волос. Мне сейчас как раз это всё необходимо. Индуальная неприносимость компонентов. Ну, его я сейчас не буду выдавливать на руку. Но я думаю, ты понимаешь, зритель, почему. Тоже удобный такой дозатор. 330 мл. Всё отлично. С удовольствием начну с завтрашнего дня использовать. Не прощаюсь. Ожидайте моего мнения. И вот спустя неделю, что я хочу сказать о косметике Веллиния. Мне очень понравилось. Во-первых, шампунь. Он... Я, конечно, писала свои первые восторги в Инстаграм и немножко в Телеге. Если интересно, гляньте. Есть ссылки в инфобоксе на то и на другое. Если ещё не подписаны, то подпишитесь. Я буду рада. Можете и сюда подписаться, если ещё не успели. В общем, Веллиния – профессиональная косметика. Шампунь с берёзовым дёгтем и экстрактом коры ивы. 330 мл. Очень экономичный. Буквально вот, ну, пара вот таких пшиков, если можно так сказать, выдавливаний на руку. Если волосы хорошо увлажнены, то очень хорошо впениваются, хорошо промывают волосы. Первое время мне вообще даже скрипели. Но бывает, что вот скрипят волосы, и надо ещё чем-то увлажнить. А бывает, скрипят волосы именно как чистые. И когда я мыла каждый день, когда раз в два дня, совсем чуть-чуть использовалось. Если ты, зритель, как бы напрягаешься от слов с берёзовым дёгтем, то можешь не напрягаться. Вот у меня был предыдущий шампунь другой фирмы, тоже русской. И он действительно так ядрёно пах этим дёгтем. Этот очень так нежно пахнет. Первое применение я ощущала, будто там какой-то немножко кисловатый такой запах. И очень лёгкий шлейф этого дёгтя. И сейчас, сегодня я мыла волосы. Кстати, вот я не пользовалась, пока тестировала этот шампунь, своим спреем со всом, который мне подписчица дарила Света для волос. И они как бы пышные сами по себе без этого спрея остаются. И волосы чистые, даже вот на следующий день вчера я не мыла в голову, а позавчера как раз вот ездила в деревню. Я ездила в деревню, приехала, вечером как бы встала, учитывая, что я где-то в 5 с чем-то помыла волосы в 5 утра. И мы приехали где-то только в 5 вечера, выехали из деревни где-то через час или около того, были дома. И, в общем, волосы были в порядке. Волосы по ощущениям были, вот даже берёшь в руку и понимаешь, что вот они как бы, их больше кажется. У меня, видимо, волосы привыкли и к тому шампуню, и всё-таки больше 2 месяцев лучше одним и тем же шампунем не пользоваться, себе сужу. И этот мне очень понравился. Во-первых, волосы расчесываются, не спутываются. У меня с предыдущим шампунем иногда такое было, что всё-таки вот запутывались. Хоть я и пришла к выводу, что вот расчесала волосы, пошла голову мыть, но всё равно они запутываются, пока ты трёшь голову. Хорошо смываются, не нужно никакого там бальзама или лосьона, или ещё что-то. Вот одним шампунем я вполне себе отлично мыла волосы. Мне он очень понравился, и я тебе, соответственно, такой советую. Он для всех типов волос, и тут довольно хороший состав. И вообще, вот у всех трёх средств, что у меня есть, мне очень понравился состав, очень хороший состав. Сделано при этом в России и в Санкт-Петербурге. Хороший срок годности. Ссылку на каждый продукт из этого обзора я оставлю в инфобоксе. Также у них есть группа ВКонтакте и аккаунт в Инстаграм я нашла. И туда и туда я тоже оставлю ссылки. Можешь ознакомиться с ассортиментом косметики. И да, я читала на самом сайте, что эта косметика, косметическая компания сотрудничает с различными салонами красоты в России. И что-то там около трёх с лишним тысяч этих салонов, которые используют эту косметику, ну, значит, что она действительно хорошая и реально профессиональная. Вот. Вот такой шампунчик. И мне очень понравился вот этот сам флакончик. Раньше такие флакончики использовали, попадались мне, только в жидких мылях. Жидкое мыло вот с таким дозатором. И я даже не думала, что может быть подобное что-то с шампунем. Очень удобно на самом деле. Лучше, чем открывать крышку или откручивать крышку. Тут нажал и всё в порядке. В общем, очень крутая штука. Я думаю, что надолго мне хватит. Ну, весистый такой. Следующее у меня. Я сделала фотки в Инстаграм специально. Это тоже, как бы, ну, всё, Велиня, понятно, да? Гель, сыворотка, супер увлажнение. Очень классная штука, вообще не поверят зрители. Я, во-первых, умываю сейчас пенкой, которая мне пришла от аптеки Апрель, коллаген. Она нежная такая, всё хорошо, кожу не стягивает. Если потом всё-таки наносить что-то на кожу, если ходить просто так, то часа через два, через полтора иногда была отлёгкая сянутость. В общем, после этого умывания с той пенкой я наносила вот эту сыворотку. Первый раз у меня была, в общем, как бы очень сухая кожа. На периодически такой бывает. И я через какое-то время наносила ещё увлажняющий крем после этой сыворотки от корейской косметики фирмы Merikid, которую мне Светочка присылала. И что хочу сказать. Вот только один день был. В остальные дни, даже перед поездкой в деревню, я наносила просто эту сыворотку. Она, во-первых, очень быстро впитывается. Во-вторых, кожа действительно ощущение такое, что она увлажнённая, нежная такая. На ощупь очень классная, крутая. Мне так очень понравилось. Мои все сушёные кусочки кожи, они так вот где-то есть, где-то нет, тоже так вот прилизала прилично. Смотри. Видишь такой язычок? Я вообще первый раз такое вижу. Тут флакончик тоже, я подозреваю, как вот, ну, похожий, как вот у меня от косметики Merikid. И похожий, как у Багздрав. Были вот такие флакончики, что нажимаешь, и оно вот выдавливается, и заполняется, видимо, там, шприцом или ещё чем-то. Вот мне такие форматы, косметика в таком формате для лица, мне как-то импонирует. Берём этот язычок, снимаем, и вот после этого можно выдавливать. Как бы защитный язычок. Она очень нежно-гелевая такая. Мне напомнило один крем от Ифрашед, ну, может, лет 5 или 6 назад был. Его рассылали в пробниках таких голубых. Упаковка. И был такой очень нежный увлажняющий крем. По консистенции очень похоже. И только Ифрашевке всё-таки на себе я ощущала потом. А тот он впитывается. Даже вот на руки наносите, если вот сейчас, как теста ради. Свощ тебе такой. Оно впитывается. У него такой нежно-приятный аромат. Кстати, в составе шампуня есть экстракт водорослей. Ну, и помимо самого хорошего такого состава. Здесь тоже есть экстракт водорослей. И фокуса, и ламинарии. И удобная упаковка. Удобно держать в руке. 50 мл. Я, как бы, стоит она где-то полторы тысячи с чем-то. Я считаю, что, в принципе, оправданная цена. Я просто, как бы, сама по себе никогда сыворотки для лица не покупала. Но вы мне, дорогие зрительницы, дарили. И какие-то вот мне нравились. Какие-то, ну, в общем, все вызывали какие-то свои восторги. И я решила попробовать сама какую-то сыворотку. Вот. Лёгкая сыворотка на гелевой основе обладает длительным увлажнением действием. Надежда сохраняет влагу в дырме, регулирует жизнедеятельность клеток и уплотняет структуру кожи. Кстати, аромат такой... Вот я называю такие ароматы унисексов. Он как бы и мужской, и женский. Он напоминает какой-то такой... Мне кажется, и фрашевский, как явность, мужской аромат. Вот именно мужская вариация, как явность. Подобный. Очень мне нравится. Я так тащусь от него. Мало того, что аромат приятный, он ещё... И сам вот эта сыворотка, средство, она вообще очень... Прям божественная, очень классная штука. Мне очень понравилась. Я его использую сейчас вместо крема утром. Один раз я не умывалась умывалкой, просто умыла лицо водой. И уже после нанесла эту сыворотку. В принципе, как бы разницы практически не почувствовала. Ну, в смысле, что так же вот кожа классная. Но всё-таки я использую умывалку сейчас по утрам. Блин. Просто слов нет. Я в таком восторге. Я очень рада, что я открыла на себя такую косметику замечательную. К тому же она российского производства. И не первый год существует. И да, на сайте там, если вот в Питер кто-то живёт, то там довольно выгодно делать заказы. Плюс я посмотрела, там очень часто проводятся всякие акции, скидки. Можно какой-либо продукт купить слегка дешевле. Плюс эта сыворотка есть ещё в наборе по уходу за кожей. Ну, и помимо этой сыворотки есть и другая сыворотка. Но я вот выбрала именно суперувлажнение. Потому что, ну, кожа у меня такая, её надо увлажнять. В общем, эту штучку я тоже вам очень сильно советую. Даже вот заметь нити, два в одном, я считаю, что это и крем, и сыворотка. Вообще, очень чудесная вещь. Ну, и дальше мой непередаваемый восторг, продолжающийся восторг. Вот тут соответствие названия тому, что есть, вот реально. Об этом я писала как раз в Инстаграме. Велиня профессиональная косметика. Крем для ступней ног. Идеальный. Вот он реально идеальный. Он мне сегодня, когда я его утром после душа применяла, я поняла, что он мне напоминает гринмамовский. Был такой у них крем для охлаждающих ног. Он одно время был очень хороший, нам с роднёй и с друзьями. Мне очень нравился. Но потом как-то в нём изменилось, не знаю, что-то, но он стал немножко не такой. И я искала замену. Я не знала, что такая замена существует. И это вот как раз такой крем. У него в составе мятное эфирное масло. Очень много экстрактов, в том числе из ламинарии. И очень хороший состав. Он нежный, он хорошо впитывается. Он такой средней плотной консистенции. Ну, не очень плотная, не очень жидкая. И очень экономичный за счёт этого. И ноги, они как бы слегка дезинфицированные, не знаю, как-то. Но вот свежесть на ногах чувствуешь после душа. И кожа мягкая. И пятки у меня как-то мягче стали. И если он как бы на ранку, на какую-то попадает, он не вызывает какого-то супердискомфорта. Потому что вот какие-то крема бывают такое. А вот с этим вообще всё супер. Я его даже использовала чисто теста ради, как крем для рук. Но мы уже руки увлажнили. Я просто тебе покажу. И удобный дозатор. Мне очень нравятся вот подобные дозаторы. Крем для ног и шампунь. Вот с таким дозатором. Это просто находка в такой упаковке. Если ноги после деревни устали, и ты ходил и таскал ульи, запчасти этих ульев, или грёб граблями, листья осенние, прошлогодние, и это всё больше десяти часов на ногах, то приехал, принял душ, или там просто ноги помыл, и помазался этим кремом. И, слушайте, это реально такой кайф. И ссылочка тоже на этот продукт будет в инфобоксе. И зритель, если ты чем-то подобным пользовался от компании «Велиния», поделись, пожалуйста, со мной в комментариях. Я с удовольствием почитаю, поставлю тебе сердечко. Ну, а если не пользовался, то я тебе советую, можешь потом написать мне в комментариях. Вот, Лёля, я купил такое средство, и мне оно очень понравилось. Возможно, ты купишь какое-то другое средство, поддержишься со мной в комментариях. Можешь в Инстаграме написать или ВКонтакте, или вот здесь вот под этим видео. Или в телеге. Я с удовольствием почитаю, может быть, сама что-то себе потом приобрету другое. Да, вот тут даже написано «Освежает кожу ног». Нормализует подотделение, смягчает, увлажняет, освежает кожу ног. Лёгкий и нежный крем для ежедневной гигиены кожи ног с растительным комплексом. И тут у нас целых 250 миллилитров. В общем, очень, я считаю, хороший такой и объём, и состав, и удобная очень упаковка, и то, что это делается в России, и не первый год, и в Питере внезапно. Мне посылка шла почтой России, ну, как ты уже в начале видео понял, но можно там, как бы, доставка ещё из Боксбери. Но у нас, к сожалению, нет Боксбери, поэтому Почта России. И всё дошло в целости и сохранности, очень красиво упакована, и одна только открыточка в коробочке, чего даёт, тут уже просто открываешь, и так очень приятно. Очень классная косметика, мне очень-очень понравилась. Всем спасибо за просмотр, ещё раз советую вам попробовать, если ещё не пробовали, и ссылочка, ссылочки даже так, на все продукты из обзора будут в инфобоксе. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok